Описание представленных томограмм пациента, 1977 года рождения, 27 сентября 2019 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях по строениям трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Свежие чагово-инфильтративные изменения не выявлены. Легкие расправлены. Пневматизация легочной ткани сохранена. В базальных сегментах единичные фиброзные тяжи. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Новое образование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены. Обычная форма и структура. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Теле ТН-12 обращает на себя внимание гемангиома размером 26х18х20 мм. Сердце аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы до 20 мм. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Купола диафрагмы расположены несколько выше обычного. В заключении. В легких свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. КТ-признаки высокого стояния куполов диафрагмы. КТ-картина гемангиома тела ТН-12. Рекомендована консультация пульмонолога и исследование функций внешнего дыхания. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов, заведующий центром КТ-МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. В целом с легкими у вас все в порядке. Каких-либо признаков воспаления или опухоли в них нет. Сердце и сосуды грудной клетки также без грубой патологии. В то же время диафрагма стоит у вас несколько выше обычного. Это может быть признаком уменьшения объема функционального объема легких. Для диагностики этого имеет смысл проконсультироваться у пульмонолога и исследовать функцию внешнего дыхания. Гемангиома – это случайная находка, не требующая никакого внимания к себе. Трансмиссия.ру Нордвест